Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова снимаю небольшой влог. Сейчас у нас утро, и я пойду готовить обед. Плюс приготовлю овощи в соусе терияки, покажу вам, как я их готовлю. И вчера у меня мама закатала соленые огурцы. По достаточно простому рецепту, в общем, сейчас все покажу и расскажу. И вот сегодня на обед я приготовила суп горох. Сейчас уже всех накормила, и вот у меня осталось. Значит, суп горох я всегда варю на курином бульоне. Иногда добавляю копченую косточку, если она бывает у меня. Ну, то есть, если я ее купила, да. И сам горох я предварительно отвариваю всегда. Варю я чаще всего вот из такого гороха, то есть из половинок. Не из целого, а из половинок именно. И я их предварительно слегка отвариваю. Даже не до полуготовности, а чтобы вот эта мутная вода ушла. Я ее сливаю, промываю горох и потом уже кладу в бульон. Я так делаю, потому что у меня детки, и чтобы сам горох не был таким, ну, как музыкальным, скажем так. Вот. И еще я приготовила сегодня овощи соусом терияки. Здесь у меня баклажаны, репчатый лук, морковка. Баклажаны я нарезаю вот так вот. На самом деле, все равно, как нарезать. Можно кубиками, можно такими вот как длинненькими, да, как удобно. И плюс полукольцами лук и морковку натираю на терке. Овощи, на самом деле, вот для такого блюда можно брать абсолютно любые. Ну, только капуста, мне кажется, не очень вкусно будет. Я с капустой ни разу не пробовала. Значит, я все эти овощи нарезаю. Я кладу в сковородку, обжариваю на масле, ну, стараюсь масло по минимуму, на растительном масле. И до готовности не солю, не перчу, ничего, никакие специи сюда не добавляю. И потом, в самом конце, когда уже овощи все полностью приготовились, тушу я их на медленном огне, я добавляю вот такой соус терияки. Он идет для, ну, в принципе, курицы в основном, да, видите, куриное филе, растительное масло тут, ну, даже рецепт написан, да, куриные бедрышки в соусе. Ну, вот я его использую в основном именно для овощей, овощи любые. Можно и кабачки, но кабачки я не использую. Также можно всякие, не знаю, зелень любую, но я в этот раз не положила, потому что меня особо не любят с зеленью. Вот, и приобретаю я вот такие пакетики в Ленте, там есть разных марок, стоимость их где-то от 40 до 80 рублей, в зависимости от объема этого пакетика и, соответственно, от марки. Вот сейчас у меня куплено много, потому что в Ленте была скидка 40% на все соусы, и, соответственно, я набрала. Вот я покупаю карри, еще соус, и добавляю соус терияки. Иногда я вот в такие овощи, которые вам показала, я добавляю, допустим, варю суп, у меня осталось мясо из супа. Я уже говорила, что в супе мясо мои домашние не едят. И я бросаю вот тоже вот такие овощи, и получается полноценный ужин. Очень вкусно эти овощи кушать с рисом. Можно также с каким-нибудь вот этими, с какой-то лапшой, да, вот этой японской, китайской, как она правильно, то есть с рисовой, там гречневой лапшой. Можно просто с рисом самым обычным. Я чаще всего ем просто так, то есть без риса и без лапши. Но получается очень вкусно, я очень рекомендую, меня обожает их муж, мама тоже с удовольствием кушает. Овощи я тушу на медленном огне, то есть даже не тушу, а обжариваю, но на медленном огне, чтобы не было вот такой корочки, знаете, на овощах. Но если вы любите как бы с корочкой, то есть более хрустящие, то, в принципе, можно так быстро, вкусно и, не знаю, мне кажется, всем мужчинам нравится, особенно если вам нравятся всякие суши, там, знаете, вот эти вок, там, коробочки, то я думаю, такое блюдо вам тоже очень сильно понравится. Еще раз повторюсь, овощи можно абсолютно любые, вот какие есть в холодильнике, порезали все, бросили на сковородочку и добавили. Вот такой пакетик один я выливаю, ну, вот видите, у меня вот руку приложила, тут горячее у меня, то есть у меня достаточно большая сковородка, овощи изначально было прямо с горкой, соответственно, они когда обжариваются, они становятся более вот такими. Сам соус уже с солью, со всеми специями, вот я сейчас вам состав. Это, приближу, это соус терияки у нас, вот. Такой вот состав, в принципе, не знаю, ну, да, есть консерванты, ну, не знаю, мне кажется, нормальный состав, вот. Ну, достаточно калорийный соус, видите, 100 грамм продукта, 140 килокалорий, там, здесь в одном пакетике у нас 120 грамм. Ну, соответственно, вы распределяете эти 120 грамм на овощи и уже, ну, не знаю, насколько калорийное блюдо, но очень-очень вкусно, я очень советую, и вот это карри тоже очень вкусно. Я, на самом деле, приобретаю разных марок, не только вот этот сенсой, но вкусно. А вот здесь вот у меня как раз мама вчера закатала огурчики, это соленые огурцы, она складывает их в банки закатывает, вот закатывает в такие баночки, потому что удобнее, взял, открыл, и, ну, удобно нам, короче, в общем, хранить таким образом, они в бочках каких-то. Вот, и тем более мы соленые делаем немного. Вот у нас здесь получилось... Это какие литровые? Это полутора. Полутора литровые, получается, три, А вот это у нас 800-граммовые, да? Да, вот две литровые баночки такие вот у нас получились. Ну, то есть мы открываем баночку, начинаем готовить, на что мы используем, и если один-два огурчика останется, а бывает и не остается, поэтому очень удобно. Да, у нас соленые так просто не особо любят есть, мы их в основном там куда-то... В блюда. В рассольник, да, ну, в какие-то блюда, вот там к мясу тушеному добавляют, вкусно получается. А делает она просто. Обыкновенно, самый простой способ. Мы эти огурцы, я не в банки их начинаю засаливать, а беру большую емкость. В данный момент у нас была пластмассовая емкость для заквашивания. Можно хоть в ведре. Да, хоть в ведре. То есть я не делаю, как вот некоторые делают, в трехлитровых банках, они их заквашивают, вот, а я делаю в большой емкости. Для чего это я делаю? Это для того, что вот, например, некоторые огурцы, когда они просолятся, бывают вдруг мягкие, вдруг еще какие-то дефекты, то есть я их выкидываю. И потом при засолке объем огурцов уменьшается, то есть если вы полностью забили банку, то она получается до плечиков, или чуть ниже, если вот, например, они засаливают. Ну, пустая, да. Вот, обыкновенная. Значит, кладу чеснок, лист смородины, укроп. Вот, немножко положила в этот раз хрен, но я его сюда в банки не клала, вот, потому что он страшненький, у нас весь поеденный, но для вкуса дается. Лавровый лист я не кладу, потому что лавровый лист, он дает горечь, даже из супов их вытаскивают эти, чтобы горечь она выдает. Да, еще вишневый листочек. Дуб тоже не кладу, потому что у него специфический такой вкус. А то, что вот крепость огурцов, это зависит от сорта огурцов, и как вы засолили. Вот, я это все сложила, сложила специи, залила водой, в этот раз я не кипятила, в не кипяченую воду, а из-под крана. Фильтрованная. Она фильтрованная, да. У нас фильтры хорошие стоят дома. В принципе, в Питере вода не жесткая. Мягкая очень, да. У нас нету накипи на этих чайниках. У нас вода хорошая, мы из-под крана. И из расчета литр воды две столовые ложки соли. Соль при этом, как всегда, идет каменная, простая соль. Никаких без добавок, ничего, потому что это все плохо влияет на сами огурцы. И выдерживаю, в этот раз я выдерживала два дня. Два дня. Они у меня еще не очень. Помутнело, не было вот этой пены, потому что иначе они будут квашены, будут мягкие. Два дня они у меня постояли здесь на кухне, на полу закрытые все тряпочкой. И вот я заканчиваю. И еще я что делаю? Я когда сливаю, кипячу, два раза. Некоторые один раз делают. Воду, рассол сливают, кипятят, заливают. Вот. А я делаю два раза. А когда жили в городе, я три раза делала. Это меня научила моя свекровь, Наташина бабушка. Вот. Для того, чтобы они не взорвались. У них там было очень тепло. Они держали в городе. Тепло очень. Вот. Поэтому я два раза. Один раз слила, подержала. 15 минут. Где-то 20, пока остыли. Потом сливаю в кастрюлю. Опять закипячу. Снимаю обязательно пенку. Вот. И заливаю, и закатываю. Вот и все. Самый простой рецепт. Не стерилизуешь. Нет, не стерилизую. Поэтому, поскольку я не стерилизую, я их просто два раза заливаю. Все. Такая вот. И вот такие вот закурочки. Да? Солененькие. И также в сегодняшнем видео я бы хотела ответить на вопрос по поводу третьего ребенка вообще. Хотим ли мы и планируем ли мы третьего ребенка? Потому что я уже говорила, что я все два раза очень сильно хотела девочку. Я прям мечтала о ней. Но третьего ребенка мы не планируем. И, ну, по крайней мере, ближайшие три года. Это точно. Что будет дальше, я честно не знаю. Да и как бы мне сейчас 33, да? Через три года мне уже будет 36. Поэтому даже не знаю, решусь ли я в таком возрасте на ребенка. Но я знаю, что девочки рожают и в 39, и в 40, и в 41. И все замечательно. Конечно, есть риски, риски заболеваний. И сложнее выносить уже в таком возрасте ребеночка. Но к тому времени я не знаю, что будет, а пока не планирую. Также у меня спрашивали, сложно ли с двумя детьми. Но я могу сказать, что сложно и с одним ребенком, и с двумя детьми. Все дети разные. И у меня даже два сына, и они абсолютно разные, хоть внешне и похожи друг на друга, но по характеру они разные. И первый сын у меня всегда плохо спал ночью и днем. Это была на самом деле целая проблема. А второй сынок у меня вообще, где вот просто шум, гам, ему все равно он спит. И как бы в этом плане со вторым было полегче. Вообще со вторым в принципе полегче, потому что вы уже все знаете, и вы уже, как говорится, не в таком свободном плавании. Уже на некоторые вещи смотришь по-другому, на те же колики, например, потому что ты прекрасно понимаешь, что это закончится, ты уже знаешь, что нужно делать. Ты уже как бы, ну, имеешь какой-то опыт, и поэтому все это проходит на самом деле, ну, как-то легче, быстрее, что ли. Ну, не знаю, вот как-то так. Поэтому, в принципе, у меня как бы таких каких-то сильных прямо сложностей не было. Да, конечно, здесь есть еще старший ребенок, который требует тоже внимания, сил, и получается, что разрываешься между двумя детками. Но на самом деле все это как-то... Ну, вот когда-то в этом русле уже, как бы, да, было уже как-то легче. Я считаю, что не стоит бояться второго ребенка, каких-то трудностей, что будет очень трудно. Конечно, нет. Дети это всегда в радости, но дети всегда требуют энергозатрат. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, тем более, если у вас есть какие-то помощники, да, там бабушки, дедушки, то, ну, трудностей вообще не должно быть. Самое главное, что было бы ваше желание. Была ли у меня ревность между двумя детьми? Да, была в самом начале, но я старшего ребенка, уже будучи беременной, готовила к появлению второго ребенка. Я рассказывала, я когда ходила в поликлинику, допустим, там, ну, с ребенком, да, и мы видели какую-то маленькую лялечку, я обязательно говорила, что вот она будет вначале такой маленький, что у тебя будет братик там и так далее. Ну, как-то готовила его к появлению ребенка. Конечно, для него было немножко шок, то, что мама очень много времени уделяет маленькому, потому что я кормлю его грудью и так далее и тому подобное, но я всячески пыталась его вовлечь в процесс, то есть, там, он мне приносил, там, помогал, приносил соску, там, давал ему соску. Я даже, знаете, такую некую ответственность прививала старшему к младшему, да, то есть я могла положить там рядышком с ним младшего ребеночка. Сама при этом, конечно же, присматривала за ним и говорила, последи, пожалуйста, за ним, или дай ему, пожалуйста, сосочку, там, и так далее. То есть как-то старалась. Гулять хотели вместе, гала. Ну, в общем, в принципе, у меня это прошло не так сильно болезненно, потому что я старалась также по максимуму уделять время и свое внимание, конечно же, и старшему ребенку, и, ну, и старший ребенок, то есть он, на самом деле, даже был как-то, ему даже нравилось мне помогать, и сейчас он там может помочь, он, по-моему, может помочь, там, не знаю, помыть руки младшему, там, что-то ему принести, помочь одеть кроссовки, там, ну, что-то такое, то есть, потому что он вот с самого появления младшего ребенка, он был в это во все вовлечен, он встречал нас на выписке, то есть у меня муж его взял, конечно же, с собой, и тетенька, там, которая выносила моего младшего сыночка, она там показала его старшему и сказала, вот твой братик, смотри, какой хорошенький, ты должен там его там любить, быть ответственной за него, то есть, ну, вот как-то все вот так вот у нас проходило, и, в принципе, ревности особо никакой не было. И также, да, я только вот буквально недавно прочитала комментарий о том, что девушка пишет, что, знаете, вот это вот общественное мнение по поводу того, что жизнь не так тяжелая, вы тут детей куча плодите, там, и так далее, и тому подобное, но я могу сказать, что в этом случае вообще нужно наплевать на мнение окружающих. Мало ли кто что думает, мало ли кто что говорит. «Дети — это счастье, дети — это маленькие ангелочки». И быть против появления детей, особенно если это исходит из уст женщины, ну, для меня это просто реально грех. Вот нельзя обижать детей, потому что дети — это маленькие ангелочки. Вы должны сами понимать, хотите вы ребенка или не хотите вы ребенка. И, ну, просто вот наплевать, пусть все думают, что хотят. И количество денег для счастья ребенка — это не самое важное. Да, это важно, потому что ребенка нужно одеть, обуть, дать ему образование и так далее, и тому подобное. Но поверьте мне, можно давать только деньги, не давать ни заботу, ни любовь, ни внимания. Вот, и счастья от этого как бы много не будет. Поэтому здесь не нужно этого бояться, это нужно просто вот четко себя понимать, что вот прям на три буквы всех, вот кто такое говорит и кто такое думает. И думать о том, что будет как-то тяжело в плане финансов, например. Ну, во-первых, у меня, например, вещи от старшего, да, немного переходят некоторые вещи, переходят к младшему. Да, в этом плане уже как-то легче, да. Вот, плюс, ну, не знаю, в плане питания, ну да, первое время, когда вот эти прикормы, когда там, если еще нет возможности кормить грудью, там, если смеси покупать или еще что-то, да, конечно, будет финансово затратно. Но во всем остальном, ну, не знаю, ну, как бы, нет, нет, наплюйте просто. Если вы хотите, если вы внутри себя понимаете, что вы хотите ребенка, то супер. Вот, и также хочу ответить на вопрос о том, что планировали ли мы второго ребенка и первого ребенка. Первого ребенка мы планировали, а второго ребенка, ну, в общем, после рождения первого я сказала, что нет, я за вторым не пойду ни за что на свете. Но мой муж очень хотел двоих детей. Более того, он хотел, чтобы у детей была как можно маленькая разница в возрасте, а лучше вообще двойняшки. Он говорил, это вообще супер. Вот, и он хотел двух сыновей. И так как я очень хотела девочку, я сказала, нет, я больше не пойду. Но я уже говорила, он клялся и божился, что будет дочка. У меня два сына. Вот, и второго ребенка, знаете, так, наверное, получилось. То есть мы так разговаривали, я вроде бы, ну да, да, ну можно было, задумалась. Ну, как бы муж, что называется, не растерялся. И у нас единственное, что было неожиданностью, то, что ребенок получится так быстро. То есть у нас буквально с первого раза я уже забеременела. И когда я узнала, что я беременна, для меня это, конечно, было на самом деле неожиданностью. Немножко рассказала о детках. В общем, девочки, не смотрите ни на кого, не думайте ни о ком. Сейчас на самом деле наоборот, я смотрю, что очень многие, очень много кто, у кого там двое, трое, четверо детей. И на самом деле это здорово, и не надо этого бояться. Все будет хорошо. Я как-то, например, себя не чувствую, что я, знаете, там, как-то погрязла в пеленках, распашонках. Нет, это наоборот даже. Вот это появление второго ребенка, вот у меня разница детей три с половиной года. И они вместе играют, им, они вместе куда-то ходят, они заботятся друг о друге. И даже вот мы, например, там со старшим или с младшим едем в магазин, и я ему что-то, допустим, младшему покупаю, там машинку какую-то. Он мне все время говорит, мама, надо Леве еще купить. Лева, это мой старший сын. Вот, и они, ну, они вместе, они вот как два брата, да, ругаются, да, бывает тут вообще прям в пух и прах переругаются. Вот, и подерутся, бывает, все бывает. Но в общем итоге они вот друг за дружку. Это классно, это здорово. Вместе играют, вместе придумывают игры какие-то. И, ну, просто супер классно. И я, например, нисколько не жалею, что у меня двое детей. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч.